А в Нюрбинском районе тем временем продолжается реализация одного из крупных и уникальных проектов на Дальнем Востоке, а именно строительство мостового перехода через реку Марха. Подробности далее. Дорожникам предстоит построить три мостовых сооружения с подходами. Основное через реку Марха длиной 560 погонных метров и два моста через речку Мар длиной 55 и 34 погонных метра. Общая протяженность участка, который будет расширен и переведен из четвертой в третью техническую категорию, составляет 6 километров. Ввод объекта в эксплуатацию, намеченный в 2019 году. С заказчиком у нас, как говорится, прекрасные отношения и без поддержки заказчика, естественно, своевременно не выполнить. Работая в тандеме с заказчиком и работая с пониманием, соответственно, можно реально обеспечить своевременный объект и пуск объектов в эксплуатацию. Под ведомством Росавтодору Упрдор-Вилюй провело аукцион по объекту строительства мостового перехода через реку Тюкен. Для реализации проекта был заключен государственный контракт со строительной фирмой «Ходьковский автомост». Объект строительства расположен на 702-м километре федеральной автомобильной дороги А331-Вилюй. Длина моста составит 267 погонных метров. По Тюкену мы сейчас только контракт заключили с «Ходьковским автомостом» и начинаем в этом году строительство. Первое строительство тоже три года. Ввод в эксплуатацию этого объекта позволит ликвидировать одну из временных переправ на плавной мост на федеральной автомобильной дороге, благодаря чему данный участок трассы станет круглогодичным. Роман Савинов, Эдуард Васильев, Нюрбинский район.